Хорошо есть, хорошо спать и сохранять душевный покой. Три этих важных постулата помогут сохранить здоровье в осенние межсезонья, когда иммунитет снижается даже у абсолютно здоровых людей. Вероятность подхватить вирусную инфекцию сейчас возрастает кратно. Человек у нас биологическое существо и если он комфортен, он выспался, он сыт, он в тепле, то конечно исход встречи с вирусом будет лучше. Все, что передается воздушно-капельным путем. А воздушно-капельный путь это начиная от гриппа и других респираторных инфекций, заканчивая коронавирусным заболеванием. Для укрепления иммунитета подходят продукты, богатые витамином А, В, С и Е. Главным источником антиоксидантов послужат ягоды – облепиха, черника, малина и смородина. Они одинаково полезны и в заморозке, и в качестве варенья. Включите в рацион цитрусовые зелень и томаты. Все они богаты витамином С. Важным элементом в поддержании иммунитета является лизин. Чтобы он поступил в организм, не пренебрегайте мясом и молочкой. Закаляйтесь и не исключайте прогулки на свежем воздухе. Самый легкий способ закаливания – это закаливание воздухом. Наиболее тяжелый – это закаливание солнца. Следующее закаливание – это водой. Но здесь мы уже немножко опоздали, потому что нужно начинать закаливание, наверное, с летнего периода, когда мы уже привыкли купаться в открытых водоемах. И продолжают, кто занимается моржеванием, постепенно переходят в зиму. Можно сделать развернутое исследование на иммунный статус. Но здоровому человеку, у которого нет никаких жалоб, проводить его нет необходимости. А вот людям в возрасте межсезонье стоит прибегнуть к лабораторным анализам и держать на контроле холестерин и уровень сахара в крови. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События.